А мы на кучу всегда приперлись. Я вообще не вас ждал! Я ждал тебя. Доброе утро всем, всем. Спускаюсь вниз сейчас. Надеюсь найти возможность позавтракать. Скорее всего, что-то подобное можно найти около столовой, если она сегодня работает. Сегодня все-таки воскресенье, плюс ноябрьские праздники. Я выспался, более-менее. Но на самом деле это было прикольно. Я никогда до этого не жил в каких-то общежитиях, поэтому было странно, что ночью в номер приходят какие-то разные люди ложатся спать в кровати. Так, ложитесь рядышком, давайте. Режим работы столовой. Это важно. Кажется, завтрак я уже пропустил. А надо было всего лишь приобрести специальный талончик на завтрак. Написано с 6 до 10, но вроде как еще можно успеть. Стоит талончик на завтрак этот 160 рублей. Посмотрим, чем будет кормить. Так, на завтрак у нас сегодня каша, беточки, бутерброд с сыром, яйцо, йогурт и чаек. Дешево, но сердито. Напоминает такой типичный, привычный рацион каких-то советских лагерей. Будем пробовать. Ну, возможно, это был не самый вкусный завтрак в моей жизни, но, тем не менее, довольно сытный. Я так от души хорошенько наелся. Но самое вот это, мое любимое в кавычках, вот еще тоже с детских лет, когда котлет впихают прям в кашу. Это, конечно, не селедка в манную кашу, как в армии обычно, но котлетку в овсянку тоже хорошо. А здесь уже вот на столочке у нас с утра собираются активно. Да, тут уже не собираются, Лешенька. Там уже все... Тут уже играют вовсю просто. Все полным-полным. Да, вот люди уже играют. Всем привет! В этом году Зеландкон проходит в здании Капо, на каждом этаже которого можно увидеть кучу афиш, мероприятий, которые здесь происходят. Постоянно ты идешь по этому зданию, здание общежиточного типа, и практически в каждой комнате проходит какой-то семинар, какая-то лекция, где-то кто-то поет, где-то кто-то выступает. Точно интересная такая атмосфера, которая лично мне навыревает воспоминания каких-то таких советских лет. Это люльку сняет, и чьи сведы волна смывает. Точно напоминает, действительно, такие старые советские какие-то сборища, которые частенько показаны были в клипах. Рок-групп того времени советских, где общежития на каждом этаже, которого происходит веселое, интересное, какие-то люди. Все знакомятся, все встречаются, общаются, и весело проводят время всячески за абсолютно различными мероприятиями, музыкальными, театральными, кинотеатральными. «Все это рок-н-ролл!» Автобусы и самолеты, пароходы и поезда. Сегодня нас видит Камчака, завтра Алма-Ада. Послезавтра мы станем пить пива, пушкаре или в Шигулях. А что с нами будет через неделю, беда и твой галман? Все это рок-н-ролл! Все это рок-н-ролл! Это чем-то похоже на спорт, чем-то на казино, чем-то на карабанцарай, чем-то на отряды вахтов, чем-то на киросиму, чем-то на ныне вахтальный тир. Возьмешь, чтобы такое, чем взрывает мир. Все это рок-н-ролл! Все это рок-н-ролл! Здесь, в колледже четвертого этажа, есть расписание практически всех мероприятий. Я думаю, что всех мероприятий, которые вообще на Деланте происходят. На всех днях этого фестиваля висит целая куча афишек. И, честно говоря, глаза разбегаются, не знаешь, куда пойти, что посмотреть. Надо стоять, выбирать, изучать. И все такое интересное, блин. В револьвере 6. Все участвуют? Нет. Так, не участвую еще раз. Разводитесь на 10 шагов. Раз, два, три. И ждем! Командор, твою мать! Удела грешная! Никаких больше ударов! Да, вот пуль сюда не надо! Да, да. Раз, два, три. Господа, улица в вашем распоряжении. Я слышу музыку. Я слышу скрипки или какие-то другие струнные инструменты, которые звучат с четвертого этажа. Интересно, что там происходит? Пойдем посмотрим. Музыка. Музыка. Привет! Выкреси, выкреси, едем по земле. Я устал быть парамозом. Я слышу, я слышу. Вечер, иди. Сыни, добляй, мэй! Сыни, добляй, мэй! Чтоб смерть нас не поймала, Да есть во тьме подвала. Вечер, иди. Вечер, иди. Очень страшно, что чувства Могут однажды вернуться назад. Это не любовь! Кровь! Текущая кровь! Это наша любовь! Я хочу выспаться! Я хочу выспаться! Я так хочу выспаться! Ну хотя бы немного! Я тебя зовут. Зена? Прямо так? Здорово, а вот это круглое нечто есть? Хорошо. Боюсь уже. Честно говоря, когда попадаешь сюда впервые, немножко обалдеваешь от того, что на всех шести этажах большого достаточно здания, практически в каждой комнате происходит что-то интересное. Ну или если не происходит прямо сейчас, то уж как минимум запланировано. Смотрите, куда я попал. Я даже не представляю, что это такое. Ну что ж, друзья. На этом мой личный Зеландкон 2017 заканчивается. Подходит постепенно к концу. Завтрашний день я решил посвятить прогулкам по Казани. Потому что тоже хочется посмотреть город. А времени у меня остается, к сожалению, совсем немножко. Уже завтра в 6 часов вечера поезд умчит меня обратно в Москву. Но фестиваль Зеландкон оставил очень приятные впечатления. Я впервые оказался в такой большой ролевой тусовке с кучей каких-то невероятных веселых мероприятий, с практически целым огромным зданием интересных творческих людей, где на каждом этаже, в каждой комнате происходит что-то невероятное. То дуэль, то какой-то конкурс песен, то чтение книг и стихов, то настольные игры, то какие-то ролевые игры, мастер-классы, семинары, обучашки, кино, театр, музыка. Это очень круто, это очень здорово. И я был рад поприсутствовать на урезанном Зеландконе, потому что в этом году его масштабы были гораздо меньше, чем раньше. С большим удовольствием приеду еще раз, посмотрю на этот фестиваль в его большом, полноценном масштабе. С вами прощаюсь на сегодня, а завтра увидимся уже в Казани. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok